Это зависит только от того, умеет ли Джеракс на нём исполнять четвёрки, потому что это очень специфический герой. Мы это обсуждали с Лилом тоже на этом диване по поводу Клокерка, и он говорил, что герой очень ситуативный и специфика персонажа вынуждает тебя играть на нём правильно на четвёртой позиции. Если ты немножечко ошибаешься в эпизодах, ты постоянно будешь позади, никогда ничего не вывезешь. Это очень плохо. А в сложную линию тоже имеет место быть. Вообще, ещё раз повторюсь, Лейвстиллер, герой против которого Клокерк в принципе может сработать. Да, вполне понятный там и очевидный бан с Лордара залетел от OG. Да, да, безусловно. Самый очевидный, но есть ещё Кентавр. Да, и показывали. Да. И показывали действительно эту связку. Кентавр, с которым Ритиспро играли. Может быть. Чтобы Бэтрайдер с Лордар уже у нас как бы герои Паши. Касательно просто прошлой темы с Луной и Шадоу Демоном, нам пишет наш знакомый Никита Катков в FollowForce в Твиттере. Говорит, герой контрящей стратегии с Шадоу Демоном, не благодарите. И скидывает фотографию Винтера Виверны. Ну вот не знаю, насколько Виверна это будет хороша где-то в поздней стадии. Хотя, возможно, мы чего-то просто не знаем. В драке, в пожалуй, ну тут с Никитой можно согласиться касательно драки, но что делать, когда Шадоу Демон Луна просто не подходят к хайграунду, а там только иллюзии идут. Просто идут иллюзии. Мы тоже видели, как даже начиная с Т2, эти иллюзии сами по себе. Это хороший герой против такого Пуша, но не скажу, что это прямо ты взял этого героя и всё. Да, да. У тебя всё хорошо. Многие пытались контрить, действительно, вот очень много героев использовали. Это вот в частности ОД, которого мы видели на прошлой карте. Это и Тинкер тоже, ну, такая своеобразная, не сказать, что контра, но всё равно это заставляет тебя отходить. Это заставляет отводить иллюзии. Контра уже бы давно это всё перестали брать. Ну, то есть, нет контры тому, что продолжает выигрывать с сумасшедшим винрейтом. Ну, то есть, это бесконтактный Пуш. Это Пуш, который не утруждает тебя там как-то подставляться, не вынуждает. Это реально очень крутая стратегия. И продолжает команда его использовать, потому что он работает. Если бы это была какая-то ультимативная контра, берешь там двух-трёх героев, и ты молодец. Безусловно, и Виверна, и ОД, так или иначе, рано или поздно, они работают против этого пика, потому что они хороши и правда против иллюзий, против брошеских героев, которые стоят вместе. Даешь ультимейт, например, там Виверны, плюс она отпушивает неплохо сама по себе. Но, опять же, это работает через раз. Это не ультимативная контра, потому что ты говоришь, я беру, и всё будет хорошо. Нет. Смотри, появится ли Кентавр. Забаняли Драгонайта. Опять же, вполне понятный бан от команды ОДжи. Ну, потому что они банят всех хороших героев Virtus.pro. Они банят Слардара, который может отправиться и на четвёртую, и на третью позицию. Конечно, на четвёртую здесь уже есть Угрмак, но всё же Слардар банят. Они банят пару лайфстилеров Слардара. Мне больше интересно, возьмут ли Рубика для себя. Рубик. А там Рамзес, кстати. Вот сейчас, по-моему, в данный момент пикает Рамзес. Написано, что... Так, в смысле, Рамзес у них всегда пикает. Но здесь написано соло. Нет, соло-капитан, Рамзес, пикер. Метчики — это пикер, а корона — это капитан. А, всё, понял. Да, там Рамзес отвечает за всё. Мозговой центр. Сенкинг. Сенкинг, сложная для Паши. Лайфстилер. Ну, в общем-то, уже одна из таксишек есть. Сенкинг, который доставляет мультлайфстилеров в место проведения вечеринки. Такая средненькая, да. И сразу дарут Сеншторм. Пошёл, пошёл. До появления даггера, короче, пока не накопит себе на нормальный лимузин, не сможет нормально доставить Лайфстилера. Без даггера сложновато. Слушай, лимузин, на самом деле, в перспективе может появиться просто замечательно. Это линза с агонимом. Мирана, скорее всего, центр всё-таки. Ну, похоже на то. Она на коре будет неплохо смотреться под аурой. Именно в миде классно крипчиков метелить. Под Клокверка неплохо заходит, если, допустим, она будет как-то перетягиваться, возможно, если это действительно... Или Клокверк не будет приходить. Да, закрывать в Клоке и... О, мы про него забыли! Действительно. Висп. Висп и Джиггернаут на пятый пик для команды Virtus.Pro в центр для No.1. Или Висп-Снайпер, кстати. Что вообще... Снайпер... А, это в прошлой игре его банили, да. В этой пока его ещё не видим. Дровка Мирана хотя такие себе цели. На самом деле, пока самый очевидный пик для ВП это Шторм в центр. Если так говорить... Да, Шторм тоже будет неплох, тем более вот эта вот бородатая, можно сказать, связка с Лайфтиллером. Я думаю, что вообще Шторма забанит ПГ на последний бан. Ну, мне кажется, что это тот герой, которого нужно опасаться. У тебя, во-первых, Лайфтиллер под инфест-бомбу со Штормом, а во-вторых, он добирается до Дроу-Рейнджера. Вы вчетвером можете десантироваться вообще на голову. Да, просто завозишь туда. И у Гурмак прибежит. Да, ещё Агани можно купить на Лайфтиллере. Слишком легко было бы. Ну, учитывая, опять же, будет контроль добирать команду OG или нет. На самом деле, Шторм будет не страшен, если будет ещё парочка контролей. Пока что из контроля это Мирана, нестабильный контроль. Клокверк более-менее стабильный контроль, но, опять же, против Шторма не самый эффективный. Ну, Дроуку мы не считаем. Оракла берут. Да, ну, Шторма бы не мешала, мне кажется, заманить команду OG. Но ВП нужно банить героя в сложную, скорее всего, если это всё-таки не Мирана. Опять же, можно поставить Мирана в четвертую позицию. Подожди, почему сложную, если Клокверк есть уже? Ты думаешь, Клокверк не отправит в сложную? Я полагаю, что Клокверк может быть четвёртый здесь, если Мирана будет играть в миде. Но если Мирана будет четвёртой позиции, то Клокверк будет сложной. То есть тут какая ситуация? Ты можешь поставить Оракла Мирана на саппорт позиции. Они, в принципе, сочетаются. Ты даёшь Forge and Zend, накручиваешь, Тейла залетает туда. И плюс под уроном от Draw Ranger, эти саппорты даже вдвоём могут неплохо убивать. Под Клока они могут заходить тоже в сложную линию, если Клокверк будет там разминаться. Тогда в таком формате нужно будет ещё Кэрри. Ну, то есть не Кэрри, а Мидера добирать боевого. Мне кажется, что что-то такое и сделает команда OG. Ну, либо же в формате, как мы уже упоминали, что Клокверк может быть четвёртой позиции, а может быть сложной линией. Мы задумались в ВП, а ну-ка, смотрим за тем, что выбирает Рамзес. О, Штурман. Это на бан, правда, видимо. На бан, на бан. Но, кстати, Шторм неплохо заходил бы OG, потому что там есть уже Draw Ranger. Ну, странно, я не знаю, мне кажется, что больше заходил бы самим ВП. Кто, кстати, первый пикает, интересно. Да, пикает первый. Да, наверное, именно поэтому Шторма и убирают. Есть ещё такой прекрасный персонаж, как Пак, который прыгнул, заткнул, который добирается до Draw Ranger неплохо. И который может в качестве бомбы инсестирующий неплохо выступать. Да-да-да, я ж довозит. Теория может, может быть. И Silence на Oracle тоже полезная вещь. Мне кажется, хотят добрать ещё одного полукэрри себе, ребята. Пак слабо под тролль подходит. Хорошо, варианты, помимо Джиггернаута. Ну, вот был Тинни, которого убрали ребята из команды. Да, может вообще милишный мидер под Висп, Висп, Фантом, Ассасин, например, центральную линию, которая к Дроу Рейнджер хорошо добирается и как в Контра берется. Кстати, да, Фантомка, это отличное необычное решение может быть. Кьюо гейминг, вот этот, Фантом Ассасин плюс Висп в центре. Действительно, действительно. Вообще, очень прыгучий герой, и вот танкоту всю эту Фантомка очень сильно любит. Да, там есть оракл, который может иногда ей мешать, там, через фейтседикт, все дела. О, тут у нас Пудж появился! Что-то по жести пошли. Ничего себе! Я бы Фантомку боялся брать, если честно. Ну, Висп есть, который спасти, может, из любой. Слушайте, ну, получается, у нас тогда Мирана все-таки в центре, Пудж, оракл, два саппорта, Клокверк сложная. Ну, вот так вот обыграли эту ситуацию, окей, ясно, понятно. Смотрим ЗВП, герой в центр остается. Причем под Виспом можно, в принципе, практически любого героя брать, какого-то полукерри туда ставить, и он там справится. Урсевич? Ну, вероятно, может быть и он, но... Единственное, что напрягает, это Клокверк. Да, да, да. Которому милишникам и не хотелось, мне кажется. Да, уже против Лайвстилера он уже неплох априори, как бы, брать второго милишного Клокверк просто не давал тебе пытать, ну, просто тебя всю игру как бы портит. Мне кажется, можно и отлететь, на самом деле. От Клокверка? От Фантомки? Нет, мне даже Пак не так плохо смотрится. Да, нет, Пак хороший норм. Еще Тинкер есть в теории, но Тинкер это так, надвое. Но он без эскейпа, абсолютно. У Пака хотя бы эскейп есть. Тинкеру не нужен эскейп, потому что у него есть вис позади, в случае чего. Еще Джаггернаут. Джаггернаут. Ну да, Джаггернаут ты упоминал, Дим, и заберут именно Джаггера. Есть у меня опасения по поводу этой игры, но если ВП исполнят очень качественно, то все может быть. Ну и опять же не стоит забывать то, что Джаракс хорошо исполняет на таком герое, как Пудж. Он уже... Да, и уже отлетели Virtus.pro от Джаракса на Пудже, кстати, если напомните и зрителям, и нам вспомнить. Ну посмотрим. Да, вы разбирайтесь, кто на ком играет, чтобы мы как раз не пропускали время на старте игры. Мы с Олегом вас пока что покидаем. Слово передаем Роману Каспару Лепехину, Алексею Бафику Бафадарову. Друзья, вам приятного просмотра. Пока что счет 1-1. Это гранд-финал саммита под номером 6. Поехали. Просто эпичнейшая фотография ВП. Усики у соло, шляпка вверх ногами, причем усики, если ты обратил внимание, они наклеены. Ну что ж, доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами Бафик и Каспер, и мы начинаем смотреть еще одну карту Virtus.pro против OG. Счет, кстати, 1-0, не 1-1. Там у нас кто-то говорил 1-1. Да, кто-то оговорился, наверное. Уволен. Уволен, уволен сразу же. Мы за малейшие оговорки сразу же увольняем. Нет, себя же я не могу уволить, в конце концов. Ой, вы посмотрите, у нас встреча от Джеракс и Соло. Я это уже видел. Вот в этом же месте Пудж дрался с Угрмагом, потом пришел еще один герой. У меня просто дежавю. Только тогда Пудж умер. Ну ладно. А, Висп приходит. Слушай, так возможно тогда... Да, 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 я это уже видел. Это повтор, ребята, расходимся. Вся, один в один размен. Причем есть Цинкинг. Копает он Дроу Рейнджер. Ловит сразу же стрелу Джигернаут. Будет ли раскручиваться? Да, на Мувспиде можно отправляться за Ноутейлом. И убивать. Убивать эту цовку. Не получилось этого сделать. Так, там еще можно Оракла зацепить. Да, действительно, мягкие Ораклы. И Сенкин гидает. Всех нужно бить. Еще бить, И Сенкинг. Копает двух. Потрясающе. Какая... Нет, дальше уже сложно. 1-3. ВП ведут. 20 секунд до появления руны. Какая страшная ситуация. Просто куда себя загнали у Джи, вообще непонятно. Да, Паша пошел сразу же на Рошана умирать и правильно делает. Куда вы идете? У вас пудж, который уже умер. Который, по сути, единственный, кто может драться. Кстати, по поводу Варда. Пинговали примерную позицию Варда Оу-Джи. Она со стрелой! Какая руна! Ты со стрелой! Я воздержусь. Я прям вижу, как Сашка в твиттере, который хвост, пишет. Мой мальчик. Стрела на первом уровне. Но он был вынужден ее прокачать, потому что драка начиналась. Не, но он бы и так, и так ее прокачал, скорее всего. Потому что в центре ты как идешь, там добиваешь энджио крипа. Скорее всего, стрелы там или что-то вроде того. Но сам факт, то что... Нет, ну, это понятно. Короче, да. 1-4. 1-4 в итоге. Неплохо подкормили пару персонажей. Ну, очень неплохо, действительно. Причем вард все-таки нашли. Вот тот, о котором я говорил. В вражеском лесу команды ВП уже там сентри его разбили. А хороший, интересный вард стоит возле Рошана. Я вижу, судя по всему. Ты дайровский вард второй видишь? Я, например, не могу его обнаружить. Я вижу только 2 сентрика, которые блочат. Или не блочат. А что он тут делает? Сентри отстает до этого сентри. А, его только что, видимо, поставили. Да, 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 его только что поставили. Его должны разбить. Ну, а по поводу обсервера второго я, честно говоря, не вижу. У меня просто не самое лучшее зрение. Да, не, не, его кажется просто, ну, просто нет. Да, может быть, его и нет. Хорошо, разберемся по ходу. Соло. Пришел подворовать, причем неплохо. Поворует. В этой ситуации еще и сам по Ораклу. Копает его сенткинг. Три героя просто избивают Оракла и флай погибает. Интересно, работают на старте этой игры Виртус Про. Три героя отправились просто в сложную линию. При этом остался один на один против Клокверка товарищ Рамзес. Ну, и я тебе скажу, что не так легко стоять против Клокверка на Лайфстилере. Это правда. Против Клокверка любому милишнику тяжело. Ну, я, наверное, скажу только то, что Лайфстилер будет бить крипов, но и Клокверк их бить будет. И нужно понимать то, что вам потом с этим Клокверком придется считаться. Но, к чести Клокверка, сказал бы, что герой не самый, наверное, неубиваемый, не самый неприятный. С ним можно будет совладать. Ты заметил, есть ли манга у Рамзеса? По-моему, он мангу обычно не берет. Вот интересно, взял ли в этой ситуации. Да, был-был манга у него. Есть манга? Да, есть, конечно. Потому что ты об Коге бьешься постоянно. Это очень важно. Ты бьешь с об Коге, и в один момент С4 поймет, что он может убить Рамзеса, прожмет батарейки и начнет тебя избивать. Если у тебя не будет рейджа, ты можешь просто погибнуть. А с манга ты всегда восстановишь себе ману и сразу будешь ходить. Так все и есть, Алексей. Хаймали Дрорейнджер. Но у Тейла убивают. Отлично действует команда ВП внизу. И OG выглядит просто беспомощно. Вот после старта этой игры, как только до крипов они погибли, ничего не могут с собой поделать и продолжают погибать. Там просто с Сэнд Кингом, как и с Клокверком, в свою очередь, придется считаться. Но в плане игровой задумки, мне кажется, Сэнд Кинг будет поопаснее, потому что в нем прилетит какой-то лайфстилер, все это нападет на Дроу Рейнджер. Или там на Оракла, например, чтобы он ее не мог спасти. Пока трипла действительно интересная. Дроу Рейнджер, к слову, бьет крипов 13 на 2. У Джиггернаута там 14-10. Мы видим Сэнд Кинг, то так же, кстати, идет 13 на 2. Тоже не дурно. Ну, естественно, самые боевые это суппорты. Где Путш? Вот тот Путш, которого мы уже... Стоит внизу и хочет кого-то хукать. Угу, вижу. Ну, такие жирные герои. Понимаешь, ты тут кого-нибудь хуканешь, у тебя будут проблемы. Ну, возможно, если только не под вышку. А, телепорт! Телепорт! Вулетел. А сбить телепорт нечем, кроме самого крюка. Да, именно так! Причем, понимаешь, действительно, Соло очень мудро играет в этой ситуации. Его не взять. Взять можно только Виспа. И то, Висп просто может сделать тезер на другого героя и сразу вернуться. И сразу вернуться. Именно, я как раз об этом хотел сказать. Сэнд Кинг выкапывается, Огр жирный, Висп далеко. Ну, либо на тезере там улетает. Мне кажется, даже в таком формате, возможно, было бы логично вообще на туре нею забить Пуджу и попробовать центр размять. Возможно, даже наверх перетянуться. Да, ты ведь можешь попытаться и лайфстилера какого-то понапрягать. Ну, то есть здесь, честно говоря, пока пусть смотрится бесполезным. Есть фэйрифайр. Ну, он тоже фэйрифайр. Ну, он не доводит анимацию атаки. Ну, она убегает под вышку. Ну, он пойдет ли до конца? Он идет. У него чуть больше скорость. Передвижение, он умирает! Еще и ракетка залетала. Видел, вот, Клокверка? Да. Если Вамирана не добила, даже. Он, кажется, просто не довел анимацию атаки раз или два. По-моему, там при подъеме на возвышенность это произошло, если не ошибаешь. Может быть, не знаю, не знаю, не знаю. Ну, там сложно. Тут соло. Мне кажется, когда Вамирана поднималась, постараемся. Ему просто настолько пофиг, ты посмотри. Он идет атаковать дровку целенаправленно. Туда же копается СК и свистом в три физиономии. Они расстреливают Дроу Рейнджер. Также у Джеракса хп сейчас закончится. Да, нужно только заластхитить его, чтобы он не заденавился. Так и есть. Прилетает сюда Мирана, которая тоже сейчас может умереть. Успел ее копнуть Сент-Кинг! Старшторм. И тут же Джиггернаут. Минус три. Я полагаю, что это может быть очень быстрая игра. Это может быть прям совсем быстрая игра. Можно сейчас писать ГГ. Нет, два телепорта на линию. Сент-Кинг немножечко подставился, но есть телепорт. Он улетает. Путш. Трюк успевает. Зацепил. Хорошее, кстати, убийство для команды OG. Да, там Сент-Кинга забрали самого боковатого на этой линии. Он и так, в принципе, на базу собирался. Немного денег, правда, при этом пришлось подарить. Но пока просто ноги вытирают ВП от команды OG. Прыгает на СФОС. Ну, что же делает Рамзес? Просто невероятно. Он его убивает? Он может убить его. Он может, правда, его убить. Причем от Когов. Ты видел? Подъехал. Подъехал просто от Когов. Причем С4 специально использовал хукшот для того, чтобы остановить Лайфстилера. Да, но Лайфстилер врезался краешком модельки в Коги. Заканчивается... Причем, смотри, он стоит под действием хукшота. Заканчивается рейдж. И Коги отталкивает его, подталкивая к локверку. Это грязь. Просто продажные Коги. Да уж. Рамзес просто шикарен. Вот человек понимает силу своего персонажа, когда ему можно агрессировать, когда ему атаковать. И вообще никаких вопросов к нему нет. Да, и у меня также к трипле пока вопросов тут особо нет. Правда, трипла превратилась уже в соло линию. Там сентки. Лук! Ну, ладно. Так можно через... Гаст? А почему он так долго ждет? А! Я понял, почему он так долго ждет. Потому что тут висп просто на доверии играют Виртус Про. Да, четыре героя снова внизу. Джигернат тоже там. И вот в такой ситуации сразу нужно... Путш. Да, понятно. Так вот, в такой ситуации сразу нужно задавать вопрос. Вот когда ты видишь такого сын Кинга, которого ты убил, он не тратил подкоп, вернее убиваешь, ты должен задаться вопросом, почему он не убегает? Почему он продолжает драться? Возможно, есть какой-то подвох. И этот подвох действительно был. Ну, пока все просто шикарно для команды ВП и какая-то катастрофа для ОГ. Там Огр, правда, где-то умирает. Или на нейтралах он умирает. Да, на нейтралах. Ну, это соло. Соло на нейтралах. Можно многосюжетный... Многосерийный фильм соло на нейтралах какой-то снять. Ну, единственное, конечно, светлое пятно у команды ОГ это Мирана. В принципе, у Анна все неплохо. Вот если не учитывать этот самый старт игры, когда он до крипов погиб, то сейчас у него все реально неплохо. Он простоял хорошо с Джиггернаутом. Вот это убийство здорово помогло ему. И он по общей ценности лидер в своей команде. Да, но при этом Джиггернаут уже достаточно далеко вырвался. И Лайфстиллер тоже там... Просто посмотри. Стрела немножечко мимо. Так бы соло мог бы погибнуть. Можно было через Оракла начинать атаковать. И вот вновь просто была кинута стрела. И все. Приходит Дроу Рейнджер на центр. Самкин пока разбирается с нейтральчиками. Да, Тир-1 внизу уже нет. Можно отправляться защищать центральную линию. Ну, либо жаждет крови Виртуз Про. Там был хук интересный. Причем перешелся он, по-моему, по Джиггернауту. Сразу же Блэйд Фьюри и Джиггернаут уходят. Шестого уровня не было. У Пуджа так бы и в одиночку убил, наверное, Джаггера. Ну и Т-1 вышку пушит команда Оу-Джи. Соло. Стампо Дроу Рейнджер. Идет телепорт. Это Джиггернаут прилетает. Получает газ в лицо. И цепляется к нему вис. Под Копа Сент-Кинга он заходит сзади. По двум героям просто шикарные действия от Сент-Кинга. Джиггернаут добивает Дроу Рейнджер. Погоня за Мираной. Мирана на липе уходит. Все равно действия ВП загляденье. И куда пошли Оу-Джи в этой ситуации настолько позади, находясь? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Можно? Куда они пошли? Пока все действительно тухонько. Пока очень плохие ассоциации с этим. 3-13. Скоро будет число Пи у нас сверху. Ну, не полная правда. Ну, если игра будет продолжаться бесконечно долго, возможно, счет достигнет нужной отметки. Было бы очень тяжко. Нужно очень много килов сделать уже, чтобы такое случилось. Не-не, Virtus.pro, Virtus.pro. Не, ну, если, например, ты говоришь, что до целых там... Допустим, до десятитысячной примерно. Ну, не знаю. Ну, много. Я слабо верю, что Оу-Джи не сделает ни одного убийства за такое время. Ну, там в тильт уйдут, я не знаю. СК ушел, при этом дарит двух больших крипов Клокверку. Клокверк очень доволен. С4 прям ликует сейчас. Говорит, ребят, мы, кажется, выиграли этот матч. Я отжал двух больших крипов у Сенкинга. На самом деле, не будем пока слишком радоваться, потому что все равно есть шансы УВП здесь подфидить немного. Ну, например, вот сейчас словить Старшторм. Стрелу какую-нибудь. Ну, Монсид. Кейенгвард разбили. Теперь будет очень тяжело уйти. У него очередная вертушка появилась, поэтому он просто уйдет. Немного ошибся в этой ситуации на УТЛ, как бы там ни было. Он думал, что Джаггер выйдет левее, Джаггер вышел правее. Обидно. И идут на Оракла. Выходят, станчик влетает, Оракл погибает. Очень мило наблюдать за тем, как Оракл кидает на себя Форчун Зэнд или там Фейтс Эдикт. А она пытается убить Виспа, приходит Дроу Рейнджер, Висп может погибнуть. Да. Он погибает и ключ-шот еще и по Угрмагу. Да, слушай, Угрмага забрали. Неплохо. Один в два. Очень даже не дурно. Правда, тут подтягивается еще и Джаггернаут. Начинают резать товарища Клокверка. Клокверка точно зарежет. Ты смотри, какой Сен Кинг шустрый бегает на хасте. Вообще Лил здорово сыграл, потому что он погиб просто от Мираны. Он прожал Стэн Шторм и сбежал на себе... Пардон. Стэн Шторм прожал и сбежал Стар Шторма. Паша, Паша. Паша, естественно. Я сказал Лил? Да. Окей. Лил, конечно, молодец, но не на этом герое. Да, Лил тоже молодец. В общем, все молодцы. Да, Паша, действительно, благодаря Стэн Шторму в этой ситуации выживает. Да, и пока 5.15. Пока прессинг со стороны ВП какой-то чудовищный. И камбэчный потенциал, я бы не сказал, что у OG самый очевидный. В теории, там, Путш может кого-то накрюкать, там, наубивают они людей. Это выглядит классно. Но на практике это тяжело реализуемо, если Virtus.pro будут держаться одним большим, таким, мощным костяком. Потому что кого-то не хукни, сразу на тебя прыгнет Сен Кинг, сразу возле тебя окажется Лайстилер, возможно, с этим Сен Кингом. И все, и пошло-поехало. Или висп с релакейт этого человека увезет. Так что у ВП варианты с виспом очень-очень крутые. В плане подсейва, действительно, забыли мы про его такую особенность замечательную. Я говорил об этом на драфте. Правда. Алексей, вы молодец. Правда, я говорил. Возможно, у нас люди не смотрят с драфта. Слава богу, наверное, что не смотрят. В общем, ВП пока сильно доминирует, 5-15. Но вот, не зря на то, что только что ты озвучил, мне кажется, любая ошибка сейчас команды Virtus.pro, она может быть реально фатальной. Если OG хотя бы одну драку сейчас выиграют, они могут легко контролировать эту игру. И у них пик с Draw Ranger, не будем забывать. Три героя дальней атаки, очень быстрое давление по вышкам, в случае чего. И если ты начнешь проигрывать драки, что может случиться, если ты будешь ошибаться, игра может перевернуться моментально. Поэтому у ВП расслабляться ни в коем случае нельзя. Стрела полетела, не попадает, попадает в крипа. Ну, крип это тоже неплохо. Главное, еще не погиб здесь. Да, наверное, погиб все же. Не знаю. А можно нам... А, ну да, они же, значит, слышат, кстати. Обидно. А что ты хотел? Ну, что нам показали просто, что у него по... С лицом? Что у него по артефактам. Нет, у него 4000 нетворца. Сравнительно даже с Сент-Кингом это уже очень мало. Лайвстилер, который на двушку тебя уже обгоняет. И джигернаут, который тебя обгоняет на 2500. Мне просто интересно, сколько он потерял в этой ситуации хук. Ой, замечательный хук. Слушай. А шот будет? 15 секунд кулдаун. Да, нет, нет пока хука. Просто очень высокая динамика. Вот не могут эти герои при такой динамике сейчас адекватно сражаться. Пуш, если там хрюком промокнулся... Крюком промокнулся, собственно говоря, то на этом его польза заканчивается на некоторое время. Он хотел, кстати, в этой ситуации спасти Клокверка. У него получилось. То есть, свою задачу он выполнил. Но там просто 4 героя. Ну да. Если бы там можно было 4 крюка... Он хотел именно Клока просто вытащить. А ты в итоге джигернаута вовне слэша вытаскиваешь. Есть такая особенность. Ну, бывает. Бывает. Грустненько. И даггер появляется у Сэнд Кинга. Паша здорово. Тайминги держит. Действительно, он на третьем месте идет по общей ценности в этой игре. Да, у Дроу Рейнджера все плохо. Висп... Висп скоро догонит дровку. Виспа 3200. Мне кажется, там даже у Виспора включится в драку Йогурмак. Потихонечку. Он уже давно включился. Если бы он на нейтралах так много не умирал, все деньги нейтралам принес. Мне просто интересно, какие перспективы у Мираны, потому что на нее много ложится. Она действительно держится по фарму более-менее. Вот эта смерть, конечно, нелепая совершенно была и ненужная. Ну, что поделать? Сейчас. Хорошо нападают на Виспо. Газ тоже неплохой, но тут Синкинг. Оракл, конечно, спас Маутейла, но ты всех не спасешь. У тебя всего лишь один... Дроу уже мертва. Ее можно не трогать, можно засвоить. И так они и делают. Сво тоже должен погибать под коп Синкинга. Минус 3 от команды Virtus.pro. При этом все-таки Виспо забрали. Но это слабый бонус. Да, причем, понимаешь, OG сами шли воевать. Да. Ну, ладно, я так понимаю, они где-то, скорее всего, на вардах смоки использовали или просто где-то запалились. Потому что затыкана вся территория возле базы OG вардами. Так что, скорее всего, ВП понимали, что к ним идут сейчас драться. Я думаю, вот этот, который стоит в лесу у них с правой стороны. Ну, который чуть правее, да. Там, где сейчас Лейстиллер пробегает вместе с Угромагом. Ну, или просто даже если не знали ВП об этих перемещениях, то они были в выгодной позиции. Да, в целом, в целом, герои сейчас просто-напросто сильнее вот на таком этапе. Нужно много денег. Дроки сейчас нужно много денег. Много хороших артефактов. Миранить, блинг, там, Аганим, например, необходим. Оракл вновь погибает. Просто мрут герои, как мухи, по всей карте. Нужно прекратить это делать. Да, пока это смотрится, как будто играет команда первого эшелона против команды второго эшелона. В батлкапе. Действительно. То есть, как будто мы с тобой играем с каким-нибудь там условным, я не знаю, скандалом. И у него восьмой ранг, а у нас-то бы пятый. И мы попадаемся на всех восьмых. То же самое здесь происходит. Хук от пуча. И сам еще пуч может погибнуть. Куда был сделан этот лип? Что с тобой происходит? А, на. Хорошо, улетели. Улетели. Один и второй улетели. И пуч, и дрорейнджер улетели. Не знаю, лип очень странный. Учитывая то, что это твоя единственная способность, чтобы убежать, так тратить бездумно, не знаю, стоило ли оно того. Так, тут у нас соло встречается с С4. С4 встречает еще несколько замечательных людей. Такой хукшот под конец просто, под занавес для эффектности. Это как снайпер в упор, помню, кого-то в ультой расстреливал вчера зомби. Чтоб неповадно было. Да, и паджик медиа. Ну, в этот раз мы видим, пуч просто не зашел. Он не сыграл так, как сыграл ранее. Потому что не было у него возможности хоть кого-то убить. На нижней линии висп работал, так как бешеный. Так вот, не скажу, что не зашел прям пуч, не зашло, наверное, исполнение пуча. Ну да, я к этому веду. То, каким мы им пользовались, это не сработало здесь. Сейчас как-то есть... Ой, Миранка. Да, Гуаст пошел. Ну, спасает ее всеми правдами-неправдами. Цвела еще залетела. Почему вообще так ее увидели? Потому что она руну инвиза прям на ворде нажала. Я только что слышал анимацию. Думаю, что за дела? Слышал анимацию. Да. В общем, следующий уровень просто. Звук слышал, собственно говоря. Но это никак не спасает пока что OG от того, что их приходит вот так вот убивать лайфстиллер. Окей, есть дизмембер. Но дальше дизмемберят просто-напросто всю команду OG. Хитпоинты у них начинают заканчиваться, правда. И Virtus.pro тоже теряют одного героя. Им оказался Сэнд Кинг. Джиггернаут раскручивается. Долетит ли еще пара плюшек? Висп и Омни Слэш. Минус она. А где Висп? Куда он улетел? А, он улетел на базу, походу, без Джиггернаута. Потому что тот выпрыгнул. Гаст. Хук. Недурно. И бежать. Беги, Путш. Беги, как никогда не бежал. У него винлейс. Слыш, мне нравится, как Путш, когда нажимает хук. Плейфстиллер уже второй раз подряд. Да, ты просто начинаешь бежать моментально. Он бежит, причем в момент, когда крюк еще летит. Он уже разворачивается и убегает. Я прям эту из мемасика девочку вспоминаю. Которая убегает, оглядываясь назад. Понимает Путш, что эта цель, конечно, хорошая для хука. Но вот только ему больно просто немножечко. Не, подконтролить лайфстиллера это замечательно. Но мы видим то, что ему сделать пока ничего не могут. Висп хорошо работает. Палка-хилялка тоже работает неплохо. В два раза нам подсказывают преимущество лайфстиллера над Мираной и Джиггернаута над Дроу Рейнджером. Да, дела идут очень плачевно у команды OG. Но, с другой стороны, вот немножечко подзагуляли. ВП сейчас главное, что кор-герои не особо погибали. Это очень важно, иначе было бы неприятно. OG, какие у них варианты развития событий дальнейших, как им действовать по карте? У них остается одна внешняя вышка, это два вверху. И они опять идут в атаку. Очень опасно. И опять все под вардами. И все было действительно видно. Или нет? Да, видно, видно, видно. Видно было, да? Да. Как вовремя! Но тут скан. Там скан Рейдента использовали. Они увидели. Но все равно догонят оракла. Оракла догоняют, быстро сгрызает его лайфстиллер. Она сделал один выстрел по лайфстиллеру. А она тоже может погибнуть. Соло, стан! Не успевает. Ну и все, дальше нужно гнать. Но у Тейла Анну... Анна уже тратил лип, поэтому с ним разбираются без проблем. Пуч в этот раз тэп-аут, потому что бежать просто некуда. И лайфстиллер с одного удара. Соло ко второму герою за драку подходит, пытается дать стан. Но Рейд и второй перед ним просто перед лицом улетают. Вот это обидно. Ты просто бежишь второй раз давать фаер-бласт. Один улетел в лесу, другой улетел просто под два вышкой. Ну, честно, OG уже просто не справляются. Они даже сейчас делают все, казалось бы, в плане перемещения более-менее адекватно. То есть они знают, где находится противник. Они идут к нему, хотят подраться. Но проблема в том, что это никогда не является неожиданностью для Virtus.pro. Потому что, я и повторюсь еще раз, там вся база у OG заваржена в миссище. Решил добить вышку No-Tail. В принципе, решение понятное и очень такое мужественное. Но проблема в том, что тут быстренько накрывает. Телепорт пошел от Сент-Кинга. И на реликейте прилетел Висп и Джиггернаут. Не дали возможности улететь в этой ситуации No-Tail. Да, падает Рошан. OG хотят подраться. Но посмотри, какой качественный кисик. Стоит на горке. Может влететь Плокерк. Залетает стрела, но попадает в Огрмага. Без Дроу Рейнджера даже урона не будет у команды OG. Приходится по Виспу. Вроде как неплохо. Но уже погибает Клокверк. Да, Висп просто живет. А там кисик стоит наверху и лапкой машет. Говорит, привет, Висп! Я тебя спасу, дружище! Это действительно похоже на конец. Но я просто не представляю, как команда OG может защищаться в этой ситуации. Нужны какие-то феноменальные действия. При этом ОП должны ошибаться. Да, Виртуз Про должны безбожно ошибаться. Не то, чтобы мы в них не верили. Но, мне кажется, конкретно в этой ситуации они должны будут додавить. Вот еще Лайстилер там опять 2000 насобирал. У него Дезолятор, Сабля. Это было бы логично. Так, ну смотри, Дезолятор, Сабля. Что там еще можно такого купить? Киррасу какую-нибудь. Это уже, мне кажется, без разницы. Либо даггер какой-нибудь тоже можно взять. Даггер штука тоже полезная. Если тебя не приносят, ну там, и даже приносят, и подкоп, прыгаешь, прыгаешь на какого-то Оракла, моментально его сгрызаешь. Просто, чтобы выбираться до героя, нормальная штука тоже. Ну, помимо того, что тебя будут завозить, у тебя будет еще и свой ТП передвигающий артефакт. Ох, хорошо работает крюк у Пуджа. Ноутил я смотрю очень больно, но получал Лайфстилера. Урона пытается бежать Лайфстилер. С4 классно влетает, но сразу же умирает, кажется. А нет, Коги стоят. С4 даже успел отойти, но тут заходят Нун вместе с Пашей. По трем героям Сент-Кинг копнул сейчас. Просто нереально круто получилось. Ноутил тоже погибнет. Он лопнет просто после утимейта Оракла. И так отлично на крюке едет еще и Нунчик. Нунчика забирают. Кстати, сторону-то не потеряли. И это не совсем приятный эпизод может оказаться. Хотя вот он, Сент-Кинг, вновь работает на развороте. Опять набрасываются на Ана. Гибнет Джеракс. Паша просто шикарен в этой игре. Все подкопы своевременные по двум, по трем героям постоянно. Т-3 вышку разрушает, посмотрите, команда ВП. Рамзас все еще есть Аега. Да, там с Дезолятором более бодренько башню можно сломать. Стрела пошла. Тоже была интересная комбинация. Но в итоге тут комбинация тоже неплохая. Мы видим, умирает Мирана. Пошел фрешмид. Но, возможно, забрать Ластилера не получится. Почему-то у меня такие догадки. Ну, видно, как пытается команда уже защищаться. Очень тяжело им это делать. Рамзас не попадает, кстати, под газ. Там Лил, кстати, доминейтинг на Виспе уже. Да, вот она разрушена вышка. И они пошли с релокейта прыгать за Коги. Находят Ноутейл и нападают на него вновь. А там только Драгонлендс. Что поделать? Лил, правда, лопается. Есть минус на Виспе. Но три героя ОУДЖИ уже в таверне. А она убегает. 10 секунд Алипа. Пишет ГГ, говорит, только не по лицу. И падает. Да, но это альтернативная была версия. Слава богу, что наши зрители ее не слышали. И Виртус Про ведут со счетом 2-0. Причем игры просто в мясо выиграны. Вот прям в салат.